Моряки штурмуют офис общественной организации, где находится известная псевдоактивистка Кристина Король. Моряки верили в обещание сделать их жизни лучше. Однако проблем стало еще больше. Дело в том, что год назад в морской сфере начались реформы, акции протеста, перекрытия дорог. Мы думали, что боролись за честное дипломирование, а в итоге нас использовали и подставили, говорят сами моряки. В целом главная цель это донести до общества, что Кристина Король обманывает моряков, берет, предоставляет услуги, говорит, что поможет с документами и по итогу не возвращает потом деньги. Результаты мы тоже не видим. Творится беспредел, деньги никто не возвращает и что с этим делать непонятно. Мы устали, мы хотим зарабатывать, спокойно работать, но вот благодаря даме Кристине мы не можем это делать. Отмена экзаменов обернулась для моряков еще большими взятками. Сейчас, чтобы продлить недостающий стаж, агенты от общественников берут по 600 долларов. Оказалось, договоренность идет через главу морской администрации Виталия Кендратьева. Именно он покрывает схему взяток, которая была налажена после блокировки морского реестра в июле этого года. Когда потоки заблокировали, моряки остались и без денег, и без стажа необходимого для ухода в рейс. Вот почему сегодня у здания облгосадминистрации недовольство украинских моряков достигло предела. Мы пришли, передали требования в облсовет. С облсовета нам пообещали, что после Нового года будет у нас круглый стол с представителями из Киева. Сегодня моряки требуют правоохранительные органы и руководство области разобраться и призвать к ответственности представителей псевдообщественников, которые организовали ОПГ. УСУ скомпрометировало себя, ввязавшись в сговор, и теперь доверия им нет, говорят обманутые моряки. Если меры не будут приняты, они продолжат митинговать в Киеве, уже под офисом президента, с требованием привлечь к уголовной ответственности псевдоактивистов и добиться отставки главы морской администрации Киндратьева.